Пройдут годы, но события тех лет никогда не сотрутся в нашей памяти и памяти наших потомков. Далекий Афганистан стал полем битвы для советских воинов, многим из которых не суждено было вернуться домой. Более 15 тысяч солдат так и не смогли снова увидеть родные края. Эта война стала второй по численности унесенных жизней после Великой Отечественной. И долг любого сознательного гражданина чтить и помнить подвиг наших воинов. Страна, куда были отправлены советские солдаты, таила массу неизвестных опасностей. Слайды и наглядные материалы чётко продемонстрировали быт и обстановку в стране тех лет. Но где бы война ни происходила, это всегда горе и беда для всех. Любая война – это очень плохо, скажем так, это очень мягко говорю. Поэтому то, что я воевал два года в Афганистане, для меня всё равно это в моей судьбе осталось, без вопросов. Ну вот, простой пример, только приехал, когда я из Афганистана, уже нормальную гражданскую жизнь, скажем так, то я три месяца ещё бегал по горам во сне. То есть мне всё время снилось. И даже сейчас же прошло 40 лет после того, как я вышел из ГОНО, мне всё равно раз-два в год обязательно что-то снится, откуда-то из подсознания вылезает. И я так предполагаю, что это будет до конца дней моих. Горные перевалы тех мест стали последним пристанищем многих советских молодых людей. И в наших силах сделать так, чтобы память о них жила вечно. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.